Всем привет! Сегодня, как обещала, делаем разбор моей весенней косметички. Я принесла всю мою самую любимую декоративную косметику на теплое время года. Также кое-что из ухода, аж одно средство для волос. Но в моем случае это уже хорошо. Еще ароматы, если успеем, поболтаем и о фильтрах. Поехали! За прошлую осень и зиму я четко для себя осознала, что чем больше внимания я уделяю защитному барьеру своей коже, то есть стараюсь выбирать правильное средство, не нарушаю его. А если нужно, то я быстренько его восстанавливаю. Тем меньше мне приходится вообще заморачиваться с уходом для лица, тем меньше мне хочется краситься, что-то там сильно замазывать. И даже видео я часто снимаю с очень легкими, сияющими тональными основами. Вот, и одним из таких моих открытий является вот этот тонер. Даже я бы сказала, что это как тонер-эссенция. Я не помню, как это точно называлось. Я заказывала его на мейкапе, когда была у мамы, и с тех пор не расстаюсь с ним. И это бренд Apiu, что-то я сегодня не подготовилась, прям бьюти-блогер от бога. И угадайте, какой компонент здесь играет главную роль? Правильно, Центелла Азиатская. Для меня это, знаете, как восстанавливающий эликсир, наполняющий мое лицо. Я знаю, что это звучит немножко на вырост, потому что нет ни одного средства, которое сотворит чудо с нашей кожей. Нет, но для меня все действующие, качественные уходовые средства, это как кирпичики одной стены, которую я сама выстраиваю для того, чтобы кожа была в хорошем состоянии. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то высыпания, если вы чувствуете, что вам не хватает увлажнения, если у вас капризная кожа, если, ну вот, что-то с ней непонятное, если она находится в каком-то дисбалансе, попробуйте ввести что-то с Центеллой Азиатской. Здесь она на втором месте, также присутствует неоцинамид, который как раз часто показан при проблемной коже, он оказывает и отбеливающие действия, но, пожалуйста, все в рамках разумного воспринимайте. То есть, если есть застойные пигментные пятна, то где-то там неоцинамид в конце состава их не уберет. Здесь он не в конце состава, это я просто так к слову добавила, но мне кажется, что когда ты выбираешь там тоник и что-то еще, то хорошо было бы, чтобы это было не просто увлажнение, а еще что-то экстра. И вот, когда я наношу этот тонер, наверное, это тонер, потому что он такой более густой, слегка гелеобразный, то есть это не вода, это облегчает использование, потому что выдавливаешь небольшое количество на ладошку и наносишь прямо на лицо. То есть, не нуждаемся в дополнительных дисках и танцах с бубнами. Очень удобненько и очень большой формат. Оставаясь в теме защитного барьера, я не могу не вспомнить о бренде ЦРВ. Это мое любимое очищение уже на протяжении нескольких лет, и, наверное, я даже была одной из первых, кто заговорил, особенно о вот этом увлажняющем крем-геле. Они вообще без запаха, и здесь в составе есть комплекс трех церамидов, которые как раз не нарушают защитный барьер. У них есть и уход за телом, за лицом, универсальные средства для всей семьи, и мы ими пользуемся. Кстати, вы меня отчитали за то, что я убрала рубрику «Пустые баночки», и я обязательно ее верну. Там увидите, что у меня закончилась огромная банка вот этого крем-геля, который я использовала, опять же, очень долго. Действительно, она долго хватает, он очень нежный, он не пенится, но он чудесно убирает все загрязнения для утреннего очищения, для вечернего. Я использую даже для домакияжа, убирает остатки туши. Вообще, как бы первым этапом, если я накрашенная, то я прохожусь сначала мицеллярной водой, также от бренда Цераве. Она не имеет никакой отдушки, и она как-то вот очень бережно снимает макияж, то есть лицо чистое, но не раздраженное, не пересохшее, никогда не жжет глаза. И вот сколько бы я всего не пробовала, моей косметичке эта мицеллярная вода есть на постоянной основе. И вот если в холодное время года я чаще всего предпочитаю именно улажняющий крем-гель для очищения, он полупрозрачный, то есть это не вязкое какое-то молочко, которое остается спокойно смывается с кожи, вместе с загрязнениями, с кожным салом. И при этом все мне пересушивает кожу, потому что здесь есть гиалуроновая кислота, но когда становится жарко, мы все-таки больше потеем. А еще если накрасишься, то хочется так поконкретнее чистить кожу. Если вам нравится то, что пенится, то я бы советовала обратить внимание на вот такой уже гель для умывания тоже от ЦРВ. Здесь также есть церамиды, которые я упоминала, гиалуронка и неацинамид, о котором я рассказала пару минут тому назад. Очень хорошая вещь и несмотря на то, что у меня такая капризная кожа, она часто пересыхает, очень быстро переходит в стадию обезвоживания. После умывания нет такого ощущения стянутости, какой-то сухости, это дорогого стоит и также во время нет жжения, если попадает в глаза. У них еще есть небольшие форматы, которые вы можете купить в путешествии или просто на пробу, они действительно очень заслуживают вашего внимания. Когда за окном жарко, то никто не хочет ощущать тон на своем лице. Давайте начнем с идеальных тональных средств на каждый день, кожа под ними не задыхается и при этом всем они хорошо выравнивают общий оттенок кожи и сразу кажешься такой более свежей, более отдохнувшей. И мне очень нравится концепция вот этих двух средств, которые я выбрала для себя, потому что здесь и декоративный элемент и также уходовый, то есть два в одном. Это у меня закончившаяся миниатюра от марки Эрбориан и знаменитый сиси-крем. И я как-то настолько к нему прикипела, что автоматически купила себе полноразмерного. А если вы пользуетесь биби-кремом, то, пожалуйста, напишите, какая между ними разница. Возможно, биби-крем мне понравится еще больше. Здесь есть Центелла. Центелла – это тот компонент, на который я буду делать огромнейшую ставку в этом сезоне, потому что это то, что хорошо успокаивает чувствительную кожу, заживляет все ранки, также оказывает антивозрастное действие, дополнительно увлажняет. И вот, чтобы я не попробовала с Центеллой, лично мне это чудесно подходит. И дальше в уходе вы увидите еще несколько штучек именно с Центеллой. Этот сиси-крем имеет такой серо-белый оттенок, но когда он соприкасается с кожей, у меня здесь уже вообще ничего нет, не покажу вам сейчас. В общем, когда наносишь его на лицо, то он как бы подстраивается под оттенок кожи и неплохо перекрывает какие-то мелкие несовершенства. И вообще, вы знаете, как волшебной палочкой просто улучшает ваш внешний вид. Мне нравится то, что он действительно неощутим на коже, то есть нет никакой липкости, он и не пересушивает. И, в принципе, держится нормально в течение всего дня. Но те участки, которые мне хотелось бы дополнительно посильнее так перекрыть, я все-таки замазываю консилером, корректором, в зависимости от того, что нужно мне, или скрыть синяки, или что-то выскочило. А так, это замечательная вещь на каждый день, и здесь SPF 25. То, что я купила относительно недавно, это тоже миниатюра, но здесь целых 15 мл, бренд Dr.Jart. И как это правильно читается? Я сегодня деревня Цицапер, Цикапер. Ну, главным компонентом здесь является Цинтелла. Ну, вот как поназывают, потом ломаешь себе язык. Выглядит этот кремушек вот так, и на самом деле это где-то одна треть полноразмерной баночки. Это средство можно наносить в качестве единственного вашего уходового и декоративного после тоника или эссенции, если вы что-то такое используете. И он имеет такой как бы желтоватый оттенок, желто-зеленый, наверное, даже так. И когда начинаешь наносить его на лицо, то начинает проявляться пигмент, и он тоже хорошо адаптируется. Причем я пробовала пользоваться, например, автозагаром, я была более загорелой, но тем не менее он хорошенько подстроился, и я выглядела абсолютно нормально. И сейчас, когда я очень светлая, он тоже замечательно мне подходит. Вот такая универсальная вещь. И мне нравится то, что он и увлажняет, и тонирует. И при этом всем это больше уход, чем декоративка. В общем, мне кажется, что это просто отменный вариант именно на каждый день, и здесь SPF 30. Но, пожалуйста, не ждите от этих средств какого-то супер плотного покрытия. И если CC-крем от марки Herborean можно наслоить, то с этим кремом, скорее всего, такой номер не пройдет. Когда же мне хочется покрытия поплотнее, я выбираю тональный крем от Collagen. Также мне нравится их отбеливающий. Но имейте в виду, что это прямо практически мокрый финиш. Я думаю, что чем бы вы его не припудривали в теплое время года, он все равно будет блестеть. Так что учтите это, пожалуйста. И я всегда стараюсь его хорошо смывать, чтобы он не забивал мне поры. А так я очень сильно его полюбила. И, вы знаете, в камере он выглядит не настолько красиво, как в реальной жизни. Вот почему-то моя камера его не любит. Я почувствовала, что мне нужно увлажнить губы. Как раз нанесла мой любимый блеск. Это еще одна категория, которая чаще всего будет в использовании. Потому что это уходы, очень красивый такой кристальный блеск какой-то. Это у меня Fendi. Он у меня в оттенке Fussi. И я так долго им пользуюсь, что он уже практически у меня закончился. А я, по-моему, ни разу не делала на него обзор. Очень хорошо увлажняет, приятно пахнет. Нет, он не сладенький, но за счет своего аромата даже кажется, что на вкус он должен быть каким-то что-то конфетное. Он, не могу сказать, что супер липкий, но блеск должен быть вязким, чтобы он чуть дольше держался. И дольше защищал ваши губы, как-то восстанавливал, напитывал. И даже когда они у меня бывают обветренными, я все равно могу нанести его. И он действительно очень быстро справляется с этой проблемой. Как видите, он дает легкий розовый оттенок, прям минимальный, я бы даже сказала. Если вам нравятся более нюдово-теплые, потому что, да, это больше теплый оттенок, то вот самый первый, который у них появился, он или оригинальный, или как-то напишу вам в инфобоксе, сейчас вылетело из головы. Я вижу, что у них расширяется эта линейка. По моим ощущениям, это вот первое, что я бы советовала купить у марки Fenty. Я пробовала и консилер, и тон как-то не зашло, и тени как-то не зацепили, а вот блеск я повторю. Из более доступного сегмента мне нравятся вот эти блески от марки Everline с чили, и еще второй с пчелиным ядом, но он где-то остался в сумочке. Я недавно делала на них обзор, и, конечно, вот этот охлаждающий эффект, немножко раздражающие губы, это очень временное явление, и визуально это немножко заметно, но это не так, как будто вы накачали себе губы гиалуронкой, нет. Но все же губы становятся чуть более яркими, и этого действия хватает где-то на минут 20. Оно не сразу проявляется, а через несколько минут на моих губах я ощущаю вот это покалывание. То есть кровь приливает, губы чуть больше наполняются, возможно, это самовнушение, но, тем не менее, это хорошо увлажняет, это очень прикольно выглядит на губах, они становятся чуточку ярче, и также здесь есть светоотражающие частички, то есть губы все равно кажутся полнее, потому что это и влажный финиш, и также какой-то цвет, и вот это сияние, то есть в общей сложности потом кажется, что губы у вас более сочные. Аж единственное средство для волос. Я недавно, как видите, обновила стрижку, сегодня я не успела ее уложить, потому что у нас карантин, и все, что я делаю, это готовлю или развлекаю как-то детей. У меня сейчас есть полтора часа, чтобы быстренько снять для вас новый ролик. Так вот, мои волосы очень сложно накрутить, уложить, связать, как-то, вот знаете, скрепить, потому что они очень быстро расплываются, они выпрямляются, и, соответственно, они не держат объем. И что бы я ни использовала, в моем случае это всегда мимо, потому что волосы все равно вот так приглаживаются, они любят быть поближе к коже головы, и с этим практически ничего невозможно сделать. И также я не могу пользоваться сухими шампунями, какими-то пенками, потому что у меня чувствительная кожа головы, и, в принципе, у меня очень ограниченный уход. То есть шампунь и кондиционер я использую продукцию Виши. Но моя парикмахер посоветовала мне пудру для волос, которая придает им текстуру. Чтобы вы понимали, что это такое, когда ты помоешь волосы и вытянешь их там щеткой или плойкой, то они такие мега гладкие. А если нанесешь что-то такое, то получается обратный эффект. Они становятся более жесткими. И благодаря этому держат форму, но не утяжеляют корни волос. И вы знаете, даже если, например, я сегодня помою голову, то завтра благодаря этому волосы можно немножко взбить, и они не будут так сильно прилизанными. Но если им грамотно воспользоваться, то есть взять прядь волос и нанести где-то на сантиметр выше от корней волос, немножко их вот приподнять, то такая укладка будет держаться. И все это наносится на сухие волосы. Мне нравится по ощущениям, по тому, как долго держится объем. И предыдущее видео я снимала как раз, когда я нанесла этот спрей, даже вы отметили, что волосы стали более объемными. И это не от стрижки. Если их не укладывать, то они будут вот так лежать, как будто меня кто-то прилезал. Ну, вот такая структура волос, и они не хотят укладываться. Это с самого детства. Моей маме, чтобы заплести мне косички или затянуть хвост, ей приходилось очень сильно постараться. И даже при том, что кожа головы реагирует на все средства, на это нет реакции. Тьфу-тьфу-тьфу, где бы тут постучать. Пользуюсь им сейчас на постоянной основе, и все хорошо. Не помню, сказала или нет, это бренд L'Oreal, какая-то профессиональная линейка. У меня не слишком много всяких таких средств для укладок, но этим я действительно довольна. Я сейчас фанатею от кремовых хайлайтеров и также стиков для контурирования. То, что я сегодня показываю, это подборка того, что мне нравится. Это вот не обязательно в таком количестве иметь. Я надеюсь, что вы это понимаете. Я хочу показать вам разные варианты и также разные по цене. Среди моих таких самых любимых и красиво выглядящих на коже, которые незаметны, которые не бросаются в глаза, как будто это у вас настолько ухоженная кожа, которая излучает вот такое красивое свечение. Это Бекка. Показываю другой, но у меня есть миниатюра Бекки. Причем очень часто продаются классные наборчики. У меня оттенок Opal, и он мне больше всего подходит. Вне зависимости от того, какой у меня цвет кожи, там загорелая или нет, вот он хорошо играет с моим подтоном. Если вы встретите где-то в миниатюрах, то очень советую. Я вожу ее в дорожной косметичке. А на моем туалетном столике сейчас стоит такой сияющий фильтр от Шарлотты. Это пока что единственное средство, в которое я действительно влюбилась. Это Шарлотт Тилбери. И у меня оттенок номер 2. Тоже есть разное. Это Light. Но, по моему мнению, это даже не совсем Light, потому что у него такой явно желто-золотистый оттенок. На все лицо я такое не наношу. У него кремовая текстура. И вот как-то это так гармонично смотрится в макияже. Для тех, кто любит такое очень сильное металлическое свечение, я думаю, что этого будет недостаточно. Это для вас будет просто сияющая база под макияж. Но можно также подмешивать, например, в какой-то тон, даже матовый. Или наносить под матовый тональный крем. Очень понравится визажистам. И тем, у кого кожа без единого изъяна, можно даже использовать вместо тона. И еще есть похожее средство у марки Catrice. Это у них база 10 в 1. Она тоже такая увлажняющая. Что-то около этого. Действительно напоминает это средство. И еще я видела сейчас у Nars есть лимитированная коллекция. Там есть как раз не настолько кремовый продукт. Он более гелевый. И он не настолько увлажняет. Там вот средний оттенок. Очень классный. Я думала купить его. Потом решила, что у меня есть этот. И отказала себе в удовольствии. Но если вы любите бренд Nars, то также советую присмотреться. И он, наверное, еще будет лучше ощущаться именно в теплое время года на всем лице. Очень красивое свечение. Прям такое благородное. Недавно на мейкапе заказала, как многие утверждают, аналог Charlotte Tilbury. Это бренд Milani. Я заказываю на Makeup.pl. Они отправляют в Польшу. Также есть Makeup Store. Они отправляют в Россию. И есть еще и сайт Makeup, который отправляют в Казахстан. У них есть много подразделений, которые отправляют в Европу. Всю нужную информацию, все нужные ссылки я оставлю для вас в инфобоксе. И также оттенки, потому что иногда я забываю. Столько всего говорю, что не упоминаю какие-то цвета. Так что все-все полностью будет ждать вас в инфобоксе. У них и уход, и декоративка. Вы знаете, там корейская косметика. Также я заказала оттуда некоторые ароматы. Так вот, называется эта вещь Soft Focus Glow. У меня оттенок 01 Nude Glow. Как раз для таких средних подтонов кожи. И все-таки здесь меньше свечения, чем в Charlotte Tilbury. Для меня это своеобразный гибрид увлажняющего легкого тона для лица. Прям супер легкого. И сияющие базы. Но очень как-то, знаете, здорово смотрится на лице. Здесь нет SPF, поэтому тоже понравится визажистам. И тем, кто любит такой не прям сияющий финиш, а очень умеренный. То есть, это выглядит на лице как ваша кожа, только лучше. Более ухоженная. Но если у вас очень светлая кожа, и вы хотите что-то нежирное, что-то красивое, нежелтое, незолотое, прям вот нейтральное, то у марки Vivienne Sabo есть вот такой кремовый хайлайтер. На него чудесные отзывы. И это оттенок 01. Лицом я не загораю и всегда стараюсь использовать фильтр для лица. Отдельно могу посоветовать вот такой. Он нежирный, но увлажняет. И здесь, опять же, есть моя любимая центелла азиатская. Он не раздражает кожу, не забивает поры. Здесь полностью минеральный фильтр. Это бренд SOM BY ME. Здесь еще и есть чайное дерево, которое заживляет какие-то ранки, подсушивает. И здесь SPF 50. Максимальная защита PA++. Не выбеливает лицо. И мне ощущается как-то неприятно тоже какой-то пленкой. Вот с ним, с моей кожей все хорошо. И для того, чтобы сравнять разницу между лицом и телом, я использую капли для загара. Когда-то у меня были от марки Belinda. Сейчас они закончились. И у меня также был пробник от бренда Calistar. Вы часто их советовали. Я хотела купить Clorans, но их не было в наличии. Так что взяла вот эти. Их нужно чуть-чуть, и у вас сразу будет такой, действительно, как загорелый цвет лица. То есть он и не оранжевый, вот максимально естественный. Но я поняла, что я склонна к тому, чтобы перебарщивать с этими каплями. Так что я беру максимально две капельки и уже поверх крема или поверх масла наношу, оставляю на ночь. Он не вонючий. Ну, то есть я могу спокойно выдержать с этими капельками. И хватает на супер долго. И, кстати, когда есть какие-то постакты на лице, красные пятнышки, то, используя автозагары, это потом не так бросается в глаза. И все уже слегка подтонировано, скажем так. И не хочется потом это как-то замазывать сильно тоналкой или каким-то корректором. Летом сильно люблю кремовое контурирование, потому что это естественно, потому что это быстро, потому что это не требует каких-то специальных навыков. Так, то, чем я буду пользоваться сейчас, это два вот таких стика 1 от Fenty, которые я купила недавно. Он у меня в оттенке Amber. Очень классный, серо-коричневый. Смотрится тоже так натуральненько. Делаем боевой раскрас, растираем кисточкой и на этом готово. И он более пигментированный, чем Armani. И можно сделать и конкретный контуринг, и что-то полегче. Более бюджетный аналог от бренда Kiko. По-моему, в прошлом году вам его показывала. Частенько использую, тоже серо-коричневый оттенок. Он все-таки, если сравнивать с предыдущим, то он более теплый. Но до тех пор, как я не сделала два сводча рядом, я думала, что они практически одинаковые. Fenty проще тушуются, потому что у него чуть меньше пигмента. Этот тоже не требует каких-то там супер макияжных способностей. Нет, но его нужно наносить чуточку меньше. Оттенок 201. И хорошо держится 1, 2. А вот это, тут марки Belle, красивейший цвет, но он как бы гелевый. Если сравнивать все три, то Belle самый светлый. Он будет делать максимально естественное контурирование. Он также самый жирненький. И его все же нужно фиксировать, если у вас супер светлый оттенок кожи. Если вы категорически не умеете растушевывать такие средства, то с этим будет проще всего. И как ни странно, все три я люблю. Да, они немножечко разные. Но вот если вы меня спросите, какой самый универсальный, я скажу, что это Fenty. Мы с вами вынуждены немножко сменить локацию из-за очень яркого солнца, но это хорошо. Весна как-никак, когда солнце, у меня гораздо лучше настроение. Я хотела бы сказать о еще одном компоненте в уходе. Причем не важно, что это будет крем или сыворотка. Но это то, чем нуждается моя кожа. Скажите, если вам нужно отдельное видео о уходе, я его сделаю. Я пока что не планировала, но как скажете. Так вот, для меня сейчас важна Центелла, Церамиды и также пробиотики. Пожалуйста, не путайте с антибиотиками. Это вообще абсолютно две разные вещи, потому что начали поступать вопросы. Пробиотики это что-то, что балансирует микробиом нашей кожи и также оказывает антибактериальное действие. То есть, когда, например, какие-то высыпания, когда нарушен, опять же, защитный барьер, это то, что помогает его возобновить. И тогда, опять же, меньше каких-то непоняток с кожей. И также я заметила, что вот когда я использовала, помните, эссенцию Миши, я просто пела ей оды, и сейчас до меня наконец-то дошло, что же такого она делала. Если у вас все нормально с защитным барьером, если вы не ищете ничего такого, что уберет все «но» с вашего лица, какие-то непонятные прыщи, которые не зависят от вашего питания. Ну, то есть, кому-то нужно просто увлажнение, и этого достаточно. А вот на мне, да, классно работает. Та же, например, эссенция от Миша из линейки Super Aqua, но нет эффекта «вау», чтобы эта вещь отличалась от каких-то других тоников. Вот, а эссенция была для меня уникальной как раз из-за наличия пробиотиков. И я начала искать средства, в которых они также есть. И вот если на ночь я использую пробиотики, чаще всего это именно так, утром я просыпаюсь, и кожа как будто наполненная влагой изнутри, такая более плотная, и поры подсобираются. Вот я не знаю, с чем это можно сравнить. С кислотами тоже нет, потому что кислоты иногда подсушивают, они иногда оказывают какое-то такое раздражающее действие. Просыпаешься, утром лицо как наждачка. Не хватает увлажнения, кожу нужно после них восстанавливать. Поэтому мне можно использовать какие-то легкие кислоты, но регулярно, скажем так. А на постоянной основе пробиотики, что-то вот такое. Потому что это тоже убирает прыщи, убирает очень многие проблемы конкретно в моем случае. Перед Новым годом я себе купила, чуть не скажу, эссенцию. Сыворотку от марки Estee Lauder Advanced Nitro. Это был мой личный подарок мне на Новый год. И раньше я тоже ею пользовалась, но не было чего-то вау. Нужно понимать, что со временем, с возрастом наша кожа меняется. В 20 лет было одно, в 30 лет может быть совершенно другое. Я сейчас не имею в виду морщины. Больше как бы то, что у кого-то кожа была, например, сухой стала жирной, или была жирная, а тут вдруг очень обезвоженная, и практически тут в сухую уже превратилась. То есть нужно наблюдать за тем, что мы едим, за тем, как меняется наше окружение, и погода может меняться, и как бы невозможно пользоваться одним и тем же кремом весь год подряд. Если у вас так получается, очень круто. У меня это не работает. И в 20 лет у меня кожа была хуже, чем сейчас. Поэтому, наверное, что-то я делаю правильно. И я бы очень хотела изучать косметологию, потому что это интересно, и это эффективно, это работает, если правильно подбирать средства. И это такая гелевая, скажем так, сыворотка, что-то в этом духе, которую я люблю использовать именно вечером под любой крем. Она как бы больше всего увлажняет, но если вам нужно только увлажнение, то вполне спокойно можно купить просто увлажняющую сыворотку. Для меня это то, что мне нужно, очень сильно нужно. И то же самое могу сказать о сыворотке от марки Аурелия. После нескольких применений я уже вижу, что лучше, лучше, лучше. Я даже не использую никакие цинковые мази, если у меня есть высыпание или я что-то себе надавила. Я просто специалист. Я могла бы получить награду за выдавливание чего-то на лице, и это на нервной почве происходит. Если я чем-то озабочена, я могу себе такое надавить, что вы меня не узнали. Чаще всего я сама там майструю и получаю за это очень сильно. И с этим сложно справиться. То есть нужно себя как-то отвлекать, и это не всегда получается. Марка Аурелия, я вам говорила, что она как раз славится пробиотиками, и не каждая компания может сделать те пробиотики, которые будут рабочими. И у этой сыворотки больше 50 наград, и я понимаю за что. Увлажнение и как восстановление супер крутое. Ну то есть если сравнивать тоник и сыворотку, то однозначно сыворотка. Я сейчас говорю о сыворотке с Мадекасасидом, которую показывала с Центеллой Азиатской. Вот это, конечно, круче. Я согласна. Ее нужно немного. У нее легкая текстура, достаточно двухкапельно, все лицо, и этого вот так. И у марки Ларош Позе, я сейчас буду больше изучать, покопаюсь, почитаю составы, что у них там есть еще интересного, потому что вот этот крем в такой скромной упаковке, здесь, кстати, 40 мл крема из линейки Толериан, подходит для чувствительной кожи. И это увлажняющий крем, который заявлен как защитный, но он просто восстанавливает защитный барьер кожи за счет наличия пробиотиков и других там увлажняющих компонентов. У него не очень плотная текстура, и сейчас в межсезонье он идеально зашел. Можно использовать и днем, и вечером. Я сейчас не стану рассказывать о витамине С. Давайте, наверное, в следующий раз. Я сейчас нигде не могу купить свою любимую сыворотку с витамином С. Ну да ладно, использую сейчас утром, часто просто наношу этот крем без ничего и под макияж, и в качестве ночного крема. Тоже очень хороший, без каких-либо отдушек. Мне сейчас нравится все или супер нежное, или вообще, чтобы не пахло. Отличный крем. Давно я не находила что-то не просто базовое, а что-то с дополнительными функциями. Вот так мне хочется описать этот кремушек чудесный. Тени, тени, тени. Тут без изменений. Я сейчас очень часто пользуюсь палеткой от Анастасии Баверли Хиллз. Это Ренессанс, которая самая первая. Здесь такая текстура теней, которая сама по себе растушевывается. И я сегодня планировала сделать весеннюю нежнятинку. Закончила на матовом Smoky Eyes, но вот хочется с ними работать, хочется с ними учиться. Даже если вы ничего не умеете делать, то... Господи, чуть не выпало. То с ними это однозначно получится. Сатиновые тени, матовые, просто обалденные. Большую часть палетки я использую в повседневном макияже. Можно сделать вечерний, более цветной, холодный, более теплый, с розовинкой. Недавно рассказывала вам о ней. Ну, просто шик и блеск. От души вам рекомендую, если вы такой же мамонт, как я, в мире косметики, кто до сих пор не пробовал эту палетку и думал, а стоит ли? Она того стоит. Я сейчас тестирую такие кремовые тени, они даже кремово-гелевые. Но расскажу вам в новинках, потому что это видео не закончится никогда. Я как-то говорила, что мне очень понравились тени от марки Luxe Visage. Это линейка Metal Hype. Я нашла максимально приближенный оттенок к моему самому любимому от бренда Armani, 11-му. Он у меня закончился. Но скажу так, Armani, он золотисто-серо-даже розоватый. Смотря с чем вы его еще будете использовать, вот так он проявляется. Здесь нет вот этой розовинки. Номер 4. Но то, как шифоново он выглядит на лице, какой-то отблеск, какой-то благородный оттенок, и здесь нет вот этого яркого металлика. Наоборот, очень умеренно, если вы любите нюдовые макияжи, если вы любите нанести что-то, просто чтобы затонировать оттенок вашего века, чтобы было легкое свечение, но это не что-то бабамистое такое, а очень скромненько, но при этом элегантно, вот так, чтобы не была подчеркнута текстура века, потому что металлики, они тоже иногда могут это сделать. И чтобы это выглядело дорого, не побоюсь этого слова, оттенок номер 4. Он и не холодный, и не слишком тепло-рыжий. И для меня это очень-очень красивый цвет. Причем мне Luxe Visage сейчас прислали огромную посылку, там и румяна они сегодня на мне. Мы поговорим о них в следующий раз. Я сделала распаковку в инстаграме, и одна моя зрительница написала, Оля, попробуй четвертый оттенок. Тебе точно понравится. Спасибо тебе огромное, если ты смотришь этот ролик, это просто вот моя находка по вашим рекомендациям. И я действительно обалдела от того, как это красиво смотрится на веках. Несколько любимцев для губ. Если вы посмотрите мои влоги, то в 99% у меня будет одно из сочетаний на губах. То есть, меняется только карандаш. Помада практически всегда одна и та же. И она у меня тоже с новогодних праздников. И у нее такой маленький расход, что я даже не понимаю, как такое возможно. Это помада от марки Nars. Она у меня в лимитированной упаковке. Называется она Barbara. Барбара. И это нюдовый цвет, но он такой как бы тепловатый. Только вот знаете, многое зависит от того, какой карандаш вы нанесете под нее. Без карандаша она будет смотреться такой даже персиковатой. С карандашом она начинает играть. Приятнейшая кремовая текстура. Пигментация у нее всегда так, как у бренда Nars. Я уже к этому привыкла. Если будет что-то другое, то я очень сильно удивлюсь. Вот какую бы я формулу теней у них не взяла, не теней, теней тоже, но сейчас у помадок. Какую бы я помаду не взяла от бренда Nars, это всегда что-то, вы знаете, что выстреливает. Прям вы очень крутые, Nars. Спасибо за ваши новинки. Я всегда нахожу какие-то уникальные цвета. Я даже думала, что нет, ну я найду что-то похожее. Я там перерыла всю свою косметичку. Ну вот нет такого цвета у меня больше. И карандаши, которые я использую, использую, использую. Это марка Pupa. Это номер 4. Очень холодный, даже такой лиловый оттенок. Красиво смотрится, даже с теплыми блесками, теплыми помадами, с блесками, которые я показывала ранее. И еще мне очень нравится вот этот спонж со второй стороны, потому что я всегда растушевываю контур. И второй, который я часто использую, это номер 22. Кораллово. Ну да, коралловый, но более спокойный, то есть он не яркий. Это вот тот случай, когда это middle market, но это очень достойно. И два моих любимых цвета. Наконец-то мы с вами добрались до аромата. В этом плане я подруга скучная, но верная и постоянная. У меня есть те любимцы, которым я не изменяю, и вот они не похожи на другие. Я еще охочусь за одним, но как-то он вечно на мейкапе распродан, и нам с ним не по пути. Возможно, даже и хорошо, потому что мои старые фавориты на меня не обижаются. Первое, что я докупила, это Hermes. Одни из садов, которые со мной уже несколько лет, и мне приятно также, что другие девчонки-блогеры познакомились с ним, что используют его, и у них такие же впечатления. Но самое главное в том, что вы также покупали его по моим рекомендациям, и у вас такие же ассоциации, и мои скромные описания многим из вас также помогли найти самый любимый аромат, который не напоминает другие. Какой это кайф! Как я соскучилась, я вам не могу передать. Единственное, что все ароматы, которые я сегодня буду показывать, и которые я в принципе использую в теплое время года, они не супер стойкие. Максимально на коже я его ощущаю часа 4, но потом только окружающие спрашивают, а что это за аромат, или если я на второй день, например, возьму жакет, или там перебираю стирку, и мне попадается футболка, в которой я была и пользовалась тем ароматом, я четко его узнаю, и я уверена, что я пользовалась именно им, нет никаких сомнений, и аромат все еще держится. Что это такое? Давайте немножко поиграем в ассоциации. Это как поехать в деревню, и утром, после рассвета, распахнуть окно, перед вами будет стоять яблоня, какие-то другие фруктовые деревья, со спелыми фруктами на них, и также вы увидите вот эту сочную зелень, на которой еще роса, и кто-то косит траву, вы ощущаете вот этот аромат зелени, свежескошенный, вы выходите босиком на эту травку, срываете это яблоко, и начинаете его есть. Вот для меня такие ассоциации, это что-то очень чистое, это для меня как весна и лето, в перемешку, это как и что-то спелое, и что-то очень такое молодое, очень нежное, как вот эта первая трава, которая появляется. Это аромат какого-то луга, каких-то фруктов, чего-то очень нежного и сладковатого одновременно. И, господи, это один из моих самых любимых ароматов флаговых, и вот у многих он ассоциируется именно со мной. Если вы хотели что-то такое, что-то будет подходить под такое описание и будет вызывать вот такие эмоции, то это однозначно он. Дальше, все нахваливала, нахваливала, рассказывала в аналогах люкса, говорила, что подсмотрела у подружки. Миллион лет тому назад говорила, что Элизабет Арден, это дешевая сердито, да, это не суперстойка, но летом прям то, что доктор прописал. Это аромат зеленого чая, это, я бы сказала так, фруктово-цветочный аромат, потому что здесь все-таки ощущаются какие-то, и в классическом, и в этом также, и апельсины какие-то вот цитрусовые, но это уже как послевкусие. Первое, что чувствуется, это, конечно же, зелень, это опять вот эта сочность, но это у меня зеленый чай, и фиг, инжир как фрукт сам по себе, у меня это, знаете, ассоциируется с отдыхом в каких-то теплых странах, с Хорватией, даже этот аромат немножко меня переносит в детство, когда мы ездили на ЮБК, и там продавался свежий инжир, не засохший, а вот этот именно такой, с волокнами внутри, такой вот свежий, кстати, мне он очень нравится, я всегда, если встречаю, я всегда ем, он не слишком сладкий, и вот именно такой зеленоватый, вот, и здесь также есть бергамот, это та нотка, которая не душит, а наоборот дает свежесть, и для меня этот аромат более прозрачный, более какой-то вот он влажный, вот что-то в нем такое есть, что-то даже, что как бы позволяет глубже вдохнуть, то есть, если вот этот, он все-таки сладковатый, то вот этот будет прям свежачком, если у вас душат все ароматы, обратите внимание на Элизабет Арден, это как что-то супер приятное, это как заряд бодрости даже, это как глоток вот свежего воздуха, когда вот удушье какое-то, это очень крутые ароматы, и причем они стоят недорого, их можно накупить там даже в миниатюрах, разложить по сумочкам, и обновлять в течение дня, чтобы даже как-то освежиться, это аромат свежести, зелени, чуть какой-то сладости в виде апельсина, это супер круто, и сколько бы лет ни проходило, каждый раз Элизабет Арден, зеленый чай, это всегда беспроигрышный вариант, также мне очень нравится Прада Ирис, и здесь действительно есть ирис, здесь есть белые цветы, это пахнет пудрой, это сладко, это цветочно-мускусный аромат, он самый стойкий из всех, которые я показываю, мне кажется, что эта линейка не слишком популярна, он у меня давно, и каждый раз, когда мне хочется какого-то уюта, какой-то чистоты, это аромат халата мамы, вот почему-то мне так кажется, вот знаете, иногда я брызну себе на запястье, даже дома, и допустим, что-то делаю, и потом вот пронесу рукой, думаю, что так пахнет, что так пахнет, почему стало так хорошо сразу, меня этот аромат очень успокаивает, он долго стоял даже на моем туалетном столике, я могла его нанести перед сном, я могла его вдохнуть, или просто снять крышечку, и сидеть что-то, щелкать в телефоне, это для меня уют, чистота, для меня вечер, это просто кайф, когда я могу помыться, я не усну, если я не помоюсь, для меня это просто как ритуал, это время для меня, это время ухода за собой, это то, что меня расслабляет, это то, что меня отвлекает, как смыть с себя все заботы после сложного дня, а утром я не всегда хочу вот этой бодрости, чтобы меня колбасило, иногда мне хочется, что меня кто-то обнял, пожалел, погладил по головке, и сказал, что Оля, все будет хорошо, как вечером, будет так спокойно, будет так приятно, будет так атмосферно, и вот это для меня, все это в одной баночке, и также я заказала аромат, под названием Skin, от марки Клин, как видите, у меня тоже миниатюра, как миниатюра, 30 мл, в смысле, самый маленький формат, я уже здесь так набрызгала, но я же должна как-то с вами поделиться, слушайте, это аромат кожи, но пожалуй, он самый такой, вот знаете, попсовый, наверное, можно так сказать, это тоже как бы цветочно-мускусный, он заявлен, но даже я не могу сказать, что это такое, это просто аромат чистой кожи, мне очень нравятся ароматы реплика, вот они тоже четко с чем-то ассоциируются, Lazy Sundays, это то, что я обязательно куплю себе в ближайшее время, не знаю, когда, ну короче, в этом году план такой, закончу какой-то аромат, и обновлю себе, но это просто самый такой нежный, он незаметный даже, вот просто как, надеваешь пижаму классную, да, и тебе сразу так приятненько, да, это такой аромат, который тоже создает приятную атмосферу, как хороший гель для душа, но не всем нравятся ароматы, которые шлифят, которые убивают всех на повал, там, не знаю, обращают на себя внимание, кому-то нужно что-то вот такое, очень спокойное, очень интимное, очень близкое к телу, что-то, что не будет создавать вокруг вас, ауру, секси, шмекси, инсадивы, нет, что-то только для вас, вот, воспользовались, приятное благоухание на несколько максимум часов, и это все, я хочу сказать, что это самый приятный аромат из всей линейки, он, кстати, самый женственный, остальные более такие резкие, он очень нежный, и тоже аромат ухода, аромат вечернего какого-то ритуала, не могу сказать, что просто тоже легкая пудра, и я знаю, что многим он нравится, это один из самых популярных у бренда Клин, но если бы я выбирала, я бы все-таки взяла Элизабет Арден, это если совсем так по-честному, я надеюсь, что вам сегодня было со мной интересно, если да, то не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно, всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро!